добрый день друзья приветствую профессионалов особенно те кто занимается возобновляемыми источниками энергии кто занимается монтажом солнечных панелей это видео для вас ну а те кто просто интересуется этой темой интересуются темой установки солнечных панелей либо хочет установить солнечные панели и узнать больше об этом вам тоже будет любопытно узнать какие сейчас тенденции происходят вообще в мире сегодня тема такая практичная все прекрасно знают что любую электроустановку необходимо заземлять и тема заземления я считаю что вот здесь именно в испании где мы работаем и живем и находимся она такая немножко такой в провале потому что фотовольтайка появилась не так давно с 19 года разрешили отменили налоги разрешили монтировать на частные дома без каких-то либо дополнительных оплат плюс зеленый тариф эта тема очень широко разошлась монтажников каких только нету кто этим только не занимается и соответственно у многих появляются проблемы проблемы не только во время монтажа но и соответственно уже впоследствии на нескольких объектах которые мы снимали уже ролики вы видели там и монтажом оптимизаторов и на многих других мы сталкивались с тем что не везде правильно выполнено заземление кстати под видео спасибо что вы пишете комментарии под видео у нас тоже задавали вопрос мы там частично отвечали но сегодня хочу детально все это дело рассказать вопрос задавался нужно ли заземлять именно вот эти навесы и металлические перголы и так далее нужно ли вообще заземлять солнечной панели и нуждается ли заземление об этом и сейчас и поговорим совсем недавно мы разговаривали с монтажником из испанская компания с монтажником которым просто пересеклись на одном из объектов и в компании монтажник сетовал на то что при заземлении я говорю почему вас солнечные панели не заземлены здесь все-таки и испания и так далее влага соль солнце и так далее но в любом случае электростановка должна заземлена я ему задал вопрос у вас можно оставлять солнечные панели без заземления хотя прекрасно знал когда у нас дмитрий учился как раз такие на курсе фото вольтайке именно и они проходили эту тему очень детально я из в то время изучал язык и тоже смотрел эти курсы часть была видео видео таких презентаций и плюс презентации плюс учебники я эту тему очень детально изучил и на что испанец подтвердил заземлять конечно нужно но они не заземляют по двум причинам первая причина но то что металлический каркас это все известно а вторая причина что заземляющий проводник отсутствует ультрафиолетовая защита от солнечных лучей и соответственно он через несколько лет разрушается потом происходит замыкание и так далее и тому подобное ну короче целая куча причин которые были в тот момент я считаю вызваны именно отсутствием тех материалов и тех технологий которые появились сейчас сказать что заземлять электроустановку любую не то нет не то что нужно или можно обязательно обязательно все солнечные панели должны быть заземлены на каждой солнечной панели есть место для заземления но указано даже специальным знаком который все электрики прекрасно знают и соответственно заземляющий провод который заземляю который мы заземляют солнечной панели находящийся на солнце в тех местах где проходит трасса и подвержена солнечному излучению конечно не должны иметь ультрафиолетовую защиту мы в данный момент как раз закупили такой кабель у нас пришел контейнер именно заземляющим проводом который предназначен для заземления чтобы не было вопросов такой кабель есть он существует но дальше мы поговорим еще об одном удивительном устройстве которое появилось буквально пару лет назад и сейчас она получилась сертификацию сейчас я тоже про него расскажу все прекрасно знают если каждую солнечную панель заземлять а бывают панели стринги по 30 панелей в длину а если это 2 в вертикальной там 2h горизонтальное расположение панели то это бывает там два ряда и соответственно если вы представите сколько заземляющего провода уйдет на заземление солнечных панелей 30 в ряд то эта сумма достаточно значительная и естественно но тоже очень бьет по карману в том числе и монтажников связи с этим появились различные технологии устройства которые первые два года они были выпущены на рынок я сейчас вам покажу это вот такие вот штуки это заземляющая пластина ну сейчас крупно потом покажем я вам просто сейчас расскажу о том что 1 пластины стали устанавливать экспериментально это из нержавеющей стали имеют специальные такие острые острые окончания которые врезаются в алюминиевую планку в алюминиевый профиль солнечной панели и сейчас в испании по крайней мере я не знаю по другим странам в испании они уже сертифицированы они имеют сертификат что позволяет их ну так покажем что позволяет их использовать в качестве заземления солнечных панелей сделано это для того чтобы максимально экономить именно кабельную продукцию именно провода которыми заземляются солнечной панели эти устройства эти заземляющие пластины размещаются под панелью в центральном зажиме или в концевом зажиме и таким образом они сделаны так что они ну как бы царапают пленку алюминия то есть снимают то место контакта чтобы не было переходных контактов и они обеспечивают так как этот крепеж полностью зажат имеет сильное зажатие они полностью соответствуют всем требованиям и что подтверждено испытанием в испании и они сейчас широко распространяются именно по крайне мере на территории испании еще раз хочу вам показать вот эту пластину они бывают разных видов под разные разъемы разные производители делают свою планку она из такой из нержавеющей стали которая имеет вот эти вот царапающие выступающие места которые про прорезают в алюминии во время затягивания в оксидную пленку и соответственно обеспечивают контакт заземления используя эти пластины можно стринг из 30 панелей заземлять только первую панель это есть и в описании есть техническом циркуляре которые прилагаются к этим пластинам заземление прикручивается только к первому модулю остальные модули идут с помощью заземляются с помощью вот этих вот пластин эти пластины устанавливаются на все крепления то есть не в одном месте а в разном так как мы знаем что заземление не должно прерываться не должно быть последовательным но это вот применила применение она сертифицирована еще раз повторюсь в испании по реал декрету 1996 то то что в нем указано что все панели солнечные должны быть заземлены по сертификации этой продукции там написано что они соответствуют реал декрету так что друзья вот такая информация из испании надеюсь что в других странах у вас тоже есть какие-то решения пишите делитесь в комментариях как вы относитесь к таким элементам действительно мы применяем их и действительно монтаж скорость монтажа увеличивается меньше идет затрат на провода на кабель на кабельную продукцию в принципе на этом все подписывайтесь кто не подписан на наш канал на наш канал ставьте лайки пишите свои замечательные комментарии и всем как обычно удачи добра и позитива с вами был я алексей до новых встреч